Мимо такого места точно не проедешь. Вот так вот, да, только что были горы, раз, пейзаж на море сменился. Сейчас найдем себе жилье. Добрый день, жилье сдаете? Вот такой дворик. Ну все, собственно, мы выезжаем из Судака. Сначала на заправочку, 95-й. 55-90. Оценила? 92-й, 51-50. Да, 51-50. Наряда. Так, а здесь чего у нас? Через 200 метров поверните направо, а затем круговое движение 3-ти съезд. Ага, хер поймешь, как надо вставать. Мне кажется, ну кто их, они там где заняты. Вообще просто молодцы. Ну давай за этой Хонду встанем. Что там, третья колонка у нас? 95-й премиум есть, 57-25. О, блин, выезд из Судака. Табличку не засняли. Засняли, я же сняла. Все, теперь мы выехали уже из Судака. Красивые виды. Прямо слева, справа. Сюда мы ехали ночью. А, уже ночь была, да. И всю эту красоту мы проезжали уже в темноте. Мы ее не видели. А впереди у нас еще все южное побережье Крыма. Вообще Судак, кстати, хороший город. Мне он понравился. Единственное, да, там долго находиться. Ну, мне показалось то, что вот 5 дней в Судаке это оптимальное время, когда ты не спеша посмотрел пару экскурсий и в море покупался там. То есть, не торопясь все делал, то есть, без кипиша какого-то. А так, если в Судаке, допустим, жить 14 дней там или 20 дней, ну, мне кажется, это уже совсем скучно. Хотя оттуда ходят экскурсии. И в Ялту, и в Алушту, и в Балаклаву, и в Севастополь. Как бы, платить деньги тебя куда угодно отвезут. Вот, но мы все-таки пришли к такому мнению, что мы же на машине, нам проще самим города менять. И самим смотреть то, что нам интересно. Ну, все по-разному отдыхают, так что любой отдых, он только приветствуется. Похож на наш Уральский перевал? Но здесь природа другая. Да, они с выходом другая. У нас виноградники не растут. Персики с яглочными садами тоже. Так вот, слева еще целые плантации там вниз уходят. А потом всю зиму мы пьем крымские вина. Нет, ну кто-то, конечно, не крымские. Кто-то грузинские. Кто-то паские. Кто-то испанские. Кто-то испанские, да. Эту природу можно бесконечно вообще снимать. Просто бесконечно. Ни флешек, ни камер не хватит, чтобы все это заснять. Надо самим смотреть. Да, надо самим это смотреть. Туда же камера всю эту тему не передаст. Это надо своими глазами видеть. Нет, ну мимо такого места точно не проедешь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дальше. Там вид самый красивый. Там, да. Так, это морское. Это очередной застроенный санаторий. Или что это? Но, блин, здесь был бы он вообще в тему. С таким видом шикарным. Субтитры сделал DimaTorzok. Люди с трейлерами живут, с палатками. Здесь, видимо, дигари. Море. Прям тормози и плавает. Да, тормози и плавает. А вон, кстати, смотри, тут плавает нормально. Да, там ноги плавают. Но проблем вообще. А почему нет? Собственно, погода есть, море есть. Плывем. Вон на всю плавают. Здесь также и катера, и бананы, и все это есть. И столовки. Здесь просто ценники, возможно, меньше. Опять же, кто-то живет в палатках, а сюда просто приезжает, приходит покушать. И еще что-то, например, почему нет. Хотя у них в палочных лагерях, мне кажется, все везде свое, конечно. Да, я так думаю, что сами себе готовят. Так, все, больше никто не желает переходить. Да, мне кажется, это... Все, можно ехать, наверное. Не долго-долго думали. Ну, крест нога и стоит. Да, он машину на обочины ставит и берет в море. Ну, конечно, пляж не такой оборудованный. А кому вот это оборудование нужно, кому-то оно не нужно? Песок есть, галька есть, вода есть. Есть люди, кому по барабану. Я их прекрасно вообще понимаю. Ну, по-своему решили отдохнуть, они по-своему. Был бы у нас с тобой трейлер, мне кажется, мы вот так же с тобой приезжали, куда захотели. Прямо вот куда захотели, реально, вот хоть сюда, вот на пустырь вставали бы и здесь бы отдыхали. Все морское, проехали. Здесь можно камеру просто не выключать. Реально, офигенские виды. Вот, смотрите, какой здесь вид откроется. Какая-то же беседка стоит. Вон, где-то наши долгом покроют. Вон море, видать. Тоже отдыхает, фотографируется. Так, вон, справа вообще красота-тища была. Такое ощущение, что ты на тачке едешь где-то... Там вообще высокие горы впереди. Где-то не знаю, где ты едешь на машине, но где-то точно не знаю. Непривычные пейзажи. Непривычные пейзажи, да, вот так назовем. Это вот не Алушта. Интересно. Не, а я еду что-то другое. Алушта, мне кажется, там-то в реке. Да, да, точно здесь, видимо. Здесь деревник очень много. Какой-то поселок, может, утес. Да. Вон наша дорога внизу проходит. Мы опять к морю приблизились. А ведь реально, если это, правда, кораллы, какие-то коралловые рифы... То есть сейчас мы реально по дну океана едем, по бывшему дну океана. Ага. Который стал сушей. Там бирюзовая вода, там катер какой-то плавал красивый. Сейчас его видно будет. Сейчас мы здесь поворотик проедем. Виды, конечно, вообще. Здесь горы или там море. Сюда можно ехать только из-за того, что здесь очень красиво. Вот так вот, да? Только что были горы, раз, пейзаж на море сменился. Прям офигенно. И краски уже такие осенние попадаются. Да, тихонечко всё готовится к земле. Хотя есть у них можжевельники, кипарисы. Ёлки, они же не желтеют. Все, подъезжаем к Калушке. Осталось пару километров. Оно уже внизу. Сейчас найдём себе жильё. И пойдём осмотримся маленько. А вот, кстати, и знак Калушта. А вот мотоциклисты, которые нас обгоняли. Через 600 метров. Круговое движение. Второй съезд. Отлично. Посмотрели. Посмотрели один вариант усадьбы Ксения. Хороший отельчик с бассейном, с подогревом. Всё классно. Только вот до моря не знаем, как пройти. Там где-то около километров с копейками. Или даже километр. Пошли посмотрим, ещё варианты какие найдём. Отель Пеликан. Прямо около вокзала. Не берут? Ты из чужих дверей съедаешь? Не взяли трубку. Чё-то на вокзале никто жильё не предлагает. Это отравнали троллейбус правильно? Троллейбус. 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 Да, алло, здравствуйте. Алло. Теперь я трубку не взял. Это из Пеликана. Здравствуйте. А скажите, у вас есть свободные номера? Ещё раз. А, сегодня до 15-го. Двое, двуспальная кровать. Хорошо, спасибо. А пока? Номеров свободных в Пеликане нет. Это опять же в районе вокзала. От 3000 рублей гостиница. Вот такие цены. Сегодня 8 сентября, напомню. Так, жильё с удобствами. Горка 18. Добрый день. Жильё сдаёте? Нас двое. От сегодня до 15-го числа. Какая стоимость будет? Что ещё раз? Тысяча в сутки. А что в номере есть? Комната, кухня, санузел. Тысяча рублей в сутки номер. Хорошо, спасибо. Стоянка машина. Так, а припарковаться у вас есть где? У вас есть дорога парковка. Всё хорошо, спасибо. Ну, тысяча-восемьсот рублей, там комнатка поменьше. Вот, парковка на дороге. Короче, остановиться мы всё-таки решили в усадьбе Ксении. Или Ксении, я не знаю, как правильно. Сейчас я вам её покажу. Вот такой дворик. Большой бассейн. Детский бассейн. Птички. Рыбки. Рыбки. Так, у нас четёртый этаж. Ксении. Ксении. Детский бассейн. Ксении. Рыбки. вон там море до моря 11 минут пешком так что не так далеко вот номер где свет включается он уже горит двуспальная кровать домик как у дубе эльга гори поттера только тут подлесница жила здесь чердак телек столик окошечко с вида на ялту чуть-чуть комод тут есть сейф кстати кому-то важно то оружие собой будет например доступ сейф имеют другие лица поэтому это не актуально санузел собственно обычный санузел туалет раковина зеркало всем привет все по-простому стаканчик вешалка тазик для стирки белья а холодильник есть самое главное холодильник ну в нем чуть-чуть прохладно и кондиционер все все отлично вон там получается наша усадьба и тут рядышком столовая семейная кухня здесь комплекс на обед стоит 250 рублей пиво крым светло стоит 85 рублей отличные ценники салатик борщ гречка это биточки да вот биточек тоже салат борщ курица хлеб два компота на вот 500 рублей а вот виси water ploset 25 рублей достаточно неплохое заведение а вот кабинка с экскурсиями а сейчас куда идем вот мы вышли короче прогуляться вообще посмотреть по сторонам что здесь такое на что можно обратить свое внимание внимание дошли до моря свернули в правую сторону тут ривьера парк джип-туры что это ривьера сан-райс а сан-райс это что? наверное что-то с солнцем связано мне кажется с солнцем а сан-райс это что-то и просор уже было результат для тех, кто-то А то здесь инжир подорожал, две стилы килограмм. Да? Да. Всё, так её сто пятьдесят был. Сто, сто пятьдесят, да. Да и столько вагонеток. Вот такие вагонетки нас, точнее такая вагонетка нас возила в Судаке от номера до моря. Здесь мы ходим пешком. Здесь мы ходим пешком. Но здесь нет такой горочки, поэтому здесь пешком гораздо проще передвигаться. Вот уже и море. Хотя пляж был и сразу же после вокзала. Сходим потом на местную ярмарку, в которой местные рынки. Да, кстати, посмотрите, что там продается. И по каким ценам. И по каким ценам, да. И как эти цены отличаются от прибрежных. Вот тебе кафешка. Живое пиво. Пиццерия. Ребенок пешка не увидит. Ребенок пешка не увидит. Ребенок пешка не увидит. И, все это сложности. И в демоках неportsход. Здесь, видимо, для загара. Гребера есть 250 рублей. это написано не знаю может быть час может быть день пойдем потрогаем воду вода прозрачного прямо камни видны просто прозрачная ну чё теплая говорят вода теплая а на пляже народу немного давай завтра придем плавать вода такая бирюзового цвета достаточно чистая не считаю этого пакетика который плавает непонятно с чем можно словно реза попрыгать кто хочет завтра прокатимся на этом колесики но это будет уже следующее видео конечно который будет завтра возьми распечатку здесь тоже любит доверие сравним просто есть можно распечатку взять там телефон вашей на и а дальше если идти по набережной туда как нам объяснили там идут кафешки тусовки всякий всякая такая тема для веселья а все пляжи получается относительно тихий пляж до с правой стороны находятся ориентир клюмский сувенир или чертово колесо а нам туда в сторону тех гор и на торг а чё любит цены дешевле чем судаке она чё например а это китуре вот эту удовольствую там они все будет по 670 по-моему если не ошибаюсь а надо смотреть фотографии у тебя в культуре есть какой я хочу выходит какой оранжевое вино оно так называется оранжевое 570 рублей которое да оно реально называется также оранжевое а ты пила мускат да а это мы пили вот да вот мы пили мускат они вот тоже дешевле читала дешевле там 460 мы покупали если не ошибаюсь ну вот нашли недорогой магазин с винами это видимо здесь ну нет у тебя не покупщики, которые в заводах нет да 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 асока Джин Борисер голубой 950 07 она сколько стоит не знаю ты уже не помнишь, да нет, я точно не помню не знаю партини 05 710 там покупаем всю акции в таких магазинах как Рогнин да поэтому сколько стоит именно так я не могу сказать это не мясная да 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 450 рублей 450 рублей вот за моей спиной получается неплохой магазин с вином и и не дорого ну дешевле чем в судаке аналогичный магазин и народ в нем есть что-то покупают значит место неплохое делаем вывод из этого ну все пришли в номер взяли немного чебуреков покушать пару чебуреков пару янтыков взяли буклетики в различных агентствах тут вот дайвинг карта Крыма с различными достопримечательностями сейчас все поизучаем завтра по плану у нас море и вечерняя набережная Алушты а потом уже будем разбираться с экскурсиями так что подписывайтесь не пропускайте новые ролики и всем пока до встречи до встречи